Всем приветики! Я сегодня наконец-то снова добралась до шкафа в маленькой спальне. Попробую разобрать, ну если не все эти полки, то хотя бы половину. И сегодня я наконец-то собираю не в свою икеевскую сумку, а собираю вот в такую огромную коробку из-под моей посылки ASOS. Причем как эколог по первому образованию меня прям за душу берет, потому что ASOS прислали посылку с двумя пуховики парки в этой огромной коробке. Возвращать в этой коробке невозможно, потому что она очень большая и поскольку ASOS доставляет в Латвию через сервис покоматов Omniva, возвращать нужно тоже только через него. Но в самый большой бокс по комате эта коробка не влезает. Соответственно возвращать обратно мне нужно было, используя пакет. А эта коробка плюс еще целая куча вот таких вот надувных штучек, ну чтобы не помялось. Возвращать все это нужно... Ну короче вот это все выкидываем, а у меня есть тут 2, 3, 4, 5, короче их 6 штук. Вот у меня 5 и один из них я решила использовать в свою сумку, ну как наполнитель для транспортировки, чтобы ее не помяло. Вот, короче очень много мусора, плюс нужно дополнительный пакет мне было организовать, потому что в коробке только один пакет для возврата, а у меня было 2 пальто, 2 парки. И нужно было вернуть их уже, потому что они оказались мне великим. В общем я сейчас жду, когда мне вернутся бабки, чтобы заказать одну из них, которая мне понравилась больше, просто на размерчик поменьше. Вот, ну а сегодня давайте начинать разбирать, что тут есть. Боже, я на самом деле хочу расхламить хотя бы 2 полки, чтобы нам с ником можно было положить вещи, которые вот там сзади все еще валяются. То есть вещи, которые можно было повесить. То, что мы разбирали в прошлый раз, я их повесила, но вот нужно продолжить. Так, смотрим. Футболка. О, господи. Эсприт. Но принт уже максимально устарел. Тут видите какие-то блестки, какой-то, блин, молния идет вот сюда аж до шва. Аж до шва. И это, конечно, уже полный зашквар. И это как будто детский, но 2XL. И я очень сомневаюсь, что это настоящий эсприт. Отправляем на покой. Что хорошо в этой коробке, я вынесу прямо в этой коробке. Мне не нужно будет развешивать на мусорный бак. Прямо ставлю. И надеюсь, все разберут и это кому-то пригодится. Так, едем дальше. Гарри Вебер Эдишн. Кофточка. Розовенькая. Жуткий, на самом деле, цвет Барби Стайл. Что-то с молнией пошло не так. Гарри Вебер, что ты делаешь? Вроде бы Гарри Вебер неплохой бренд. Так, вот такая кофточка. Но это, конечно, ужас. Потому что, ну, кто носит в возрасте, когда вот такой размер? Вот такой розовый. Но это либо попахивает инфантильностью, если это девушка там, условно, 25-55. А если барыши со старшим, то тогда это попахивает уже, как сказать, вот эта история молодится, но при этом выглядит плохо. Можно одевать розовый цвет. Есть такой очень классный приглушенный розовый или пудровый розовый, его еще называют. Вот он смотрится потрясающе. Вот такой яркий розовый он смотрится, мне кажется, хорошо только в диснеевских сказках, либо на маленьких совсем девочек. О, господи. Так. Так, боже мой. Как это? Кардиган, наверное, на молнии. И он бы мог жить, но здесь уже вся спина в зацепках. Плюс он, ну, действительно, не очень актуален здесь, потому что совершенно очевидно, что он сделан из синтетики. А нахрен летом в жару такой кардиган непонятно, а зимой, когда холодно, он не греет. Тоже непонятно, поэтому избавляемся. Так, зеро. Зеро штаны. И будь они немножечко другого фасона, я их бы даже оставила, потому что у них прикольная тряпка. Ну, то есть она приятная на ощупь, видно, что она не убьется, и все круто. Но у них супернизкая талия. Ну, то есть понимая, как взрослеем мы женщины, и то, что появляются бачка, низкая талия – это будет внешний вид, как маффил. Знаете, маффил такой, вот он в бумажной штучке, а сверху вот так вот вылезает. Вот, поэтому брукете не оставляем. Это ужас. Так, дальше едем. Какая-то кофточка детская, что ли, я не пойму. Так, 12, а, топ-шоп, 12-й. Нет, это женская, это не детская. Это очень странно. В общем, она с кружевом. Вернее, как это? Заводское кружево, которое на машине просто ткут. Не какое-то там Фильди Пирсово. Она женская, но она очень маленькая. Либо она в абсос, и будет смотреться это плохо. Плюс у нее такой цвет бельевой. А она совершенно точно не бельевого фасона, поэтому это в любом случае будет смотреться нехорошо, поэтому избавляемся. Так еще все напихано, что непонятно, как это носить. Здесь махагоний брюки. Брюки спортивные. Единственное, что резиночка похудилась. Но брюки хороши, они спортивные, и если прикинуть, что, например, это сестры Ника брюки, и она будет приезжать сюда в отпуск, они могут понадобиться, чтобы просто куда-то там, не знаю, в лес пойти. Поэтому это оставляем. Буду складывать в отдельную стопочку. Так, господи. Это жуткая Йока. Йока бренда Хеннес. Такого даже не знала. Но она ужасная. Она и по принту ужасная, и по ткани. Она жуткая синтетика. Даже не знаю, с чего он сделал. Какой-то ацетат, что ли. Полиэстер. Спешили фору H&M. Очень странно. Ну, в общем, это как будто... Как вам показать? Да. Близко. Блин, камера не фокусируется. Ну, в общем, это жуткий полиэстер, сделанный под трикотаж, в котором вы чувствуете себя как в пакете. Это ужас. Так, шапочка. Шапочка просто белая. Никаких к ней нет вопросов. Новенькая. И... Ну, она совершенно точно из хэбэшной ткани. Но внутри у нее флис. И вот такие шапки, они нереально теплые зимой. У меня как-то раз была такая шапка, я не за зиму сварилась. В общем, я в ней не очень долго ходила. Это был момент института. И тогда был ад. Было ниже 30 градусов мороза. В общем, я надевала все. И вот эта шапка тогда меня спасала. Вот я ходила в ней и в шапке-ушанке еще. Вот. Если таких морозов нету, то лично мне, ну, это как бы ощущение холода и жары у каждого свои, лично мне в такой очень жарко. Вот. Поэтому я ее оставлю, она в хорошем состоянии. Но... О, Господи. Так, еще какая-то кофта. Тоже... Блин, такие дизайны, конечно. Я просто в шоке. Смотрите. Мало того, что здесь все намудрили, да? Еще принт сделали. И еще вот здесь вот на пузике бантик можно завязать. Но это, блин, too much. Еще с учетом того, что это не просто белая, а вот здесь вот, ну, как бы ткань, она еще тоже с принтом. В общем, это жуть-жутьчайшая. Девушки, не покупайте себе такие вещи. Они будут вам добавлять сразу плюс 15-20 лет. Вот. И вообще никому не надо такие вещи покупать. Вообще мой совет. Лучше меньше, да лучше. То есть лучше покупать, там, не знаю, раз в сезон пару футболок современных, актуальных, ну, не знаю, блузок, которые вы вот снашиваете за сезон, но потом покупаете новый. Таким образом вы сможете всегда выглядеть актуально. Чем покупать, ну, реально, мешками, мешками одежду на каких-нибудь распродажах, в секондах, неважно, в киломаксе. Чем покупать одежду вот в таких бешеных количествах, которая потом не снашивается. Не успевают просто ее сносить. Ну, невозможно, потому что столько носить. И, в общем, потом она отправляется на помойку. Так, еще одна какая-то жуткая юбка с жутким принтом. Видно, да? А, наверное, это вот так как-то. Да, и у нее вот здесь, помните, я разбирала замшевую юбку, у нее тоже был такой фасон галочкой вниз. Вот. Ну, конечно, конечно, это ужас. Такое не надо носить. Так, мне становится жарко, поэтому я прервусь, чтобы раздеться. Я, кстати, сегодня записываю видос в пижаме. Но, почему я дома хожу в пижаме, в которую нужно спать? Потому что она уже выспанная пару дней, и ее нужно освежить, закинув в стиральную машинку. Поэтому я решила ее потаскать дома, записать в ней видео, потому что по температурному режиму в ней комфортно сегодня. Вот. Поэтому я в ней сегодня похожу дома и потом отправлю в стирк. Так, едем дальше. Так. The Collection. Ой. Так. Тоже, может быть, даже ее можно было бы оставить, если стилизовать, например, с белоснежными брюками и палаццо. Это было бы круто. Но, проблема в том, что, видите, оранжевые, как будто бы волосики. Это не волосики. Это в трикодаже, резина, ну, тянущаяся. она уже пришла в негодность и, как это, выползла. В общем, топорщица начала. Поэтому, к сожалению, к сожалению, нет. К сожалению, эта кофта отправляется на покой. Так. Блин. О, господи, как это работает. Так. Это вот так. Сейчас покажу, что это. Очень смешно. Так. Это... Как это? Ритузики? Детские. Но, нюанс в чем, что здесь, видимо, были какие-то, как сказать, сверху пришиты, может быть, петельки на него. Может быть и нет. Я не знаю, как это работало. В общем, фишка в том, что вот эти петельки нынешние, они прорезаны в вязаной ткани, зашиты. Причем это очень как-то кустарно, неаккуратно сделано. В общем, это ужасно выглядит. Плюс еще комбинезончик, он, конечно, в катушках. Поэтому, к сожалению, придется его, от него избавиться. на сегодня все, к сожалению. Ну и ладно. Так, едем дальше. Так, у нас здесь очередной кардиган. Какого-то огромного размера. Боже, ну кто это вообще покупает? Кто это шьет? Почему нельзя что-то делать современное? Ну в общем, тоже из какой-то ужасной синтетики. Кардиган для ну бабки. Ну серьезно. Ну ужас. Не надо такое носить ни бабушкам, ни девчонкам, никому. Ну вот, реально. Это сразу ставишь на себе крест, что ты вообще очень интересная особо. Просто вот бабка у подъезда или вышедшая в дом культуры. Больше никуда. В дом культуры, потому что это вроде как пиджачок. А так это ужас страшнейший. Так, едем дальше. Футболка. Футболка красная. Но фишка в том, что она уже какая-то застиранная или полинял у нее цвет. Ой, здесь еще строчка начала пороться у рукава, поэтому, конечно, можно было бы оставить, потому что горло еще в принципе даже ничего здесь такое. Но нет. Выглядит она печально. Будут интересны тут вещи вообще нормальные, которые захочется оставить. Так, что это такое? Our Best Basics. Так, голубая футболочка. Вот такие цвета Tiffany футболочки, они почему-то, вот сколько у меня было таких вещей, они почему-то предательски начинают желтеть в самых неподходящих местах. Но это вроде бы нет. Так, а желтеть они начинают почему? Потому что, казалось бы, бирюзовый, вроде бы холодный. У вас он, конечно, более голубой. У меня прям Тиффани, Тиффани. Вот, но он теплый. И желтизна это его собственный цвет. Я так понимаю, что холодный умирает, вот, а теплый выступает со временем, может быть, фиг знает. Ну, в общем, из-за этого она желтеет пятнами. Так, но здесь она грязная. Она грязная, у нее вон все пузо в пятнах. Надеюсь, вам видно. Поэтому уходят в зрительный зал. Господи, сколько здесь, сколько здесь шарфиков, платочков. Ну, ладно, имеет место быть. Сейчас проверим, нет ли каких-то дырок, зацепок. Ой, нет, он весь в зацепках по периметру. Видно? А, да, видно в камеру даже. Вот, поэтому нет. Он, к сожалению, отправляется в зрительный зал. Так, Кай Вэй Ши Джин Стрэнд. Ну, когда-то это, может быть, было в тренде. Здесь плохо все. Просто плохо все. Мало того, что здесь очень странные почему-то камуфляжные нашивки. причем вот это, это как будто буйволиная морда, что ли, или череп. Мне такое напоминает. Так, 1908 года типа, как сказать, пуговица. И здесь самое ужасное, что выдает эти джинсы максимально в первую очередь, это вот этот вот окрас джинсы. Видите, он вроде бы синий, но в такую вот полоску. Вот в моем детстве, наверное, это был конец 90-х, когда был в тренде вот такие джинсы. Может быть, начало 2000-х. В общем, это предательское предательство. И... нет, эти джинсы не оставляем. Более того, здесь вот я оставила, нашла где-то. Надо только простернуть будет. Короче, брюки вполне себе домашние, нормальные брюки, такие плюшевые. И здесь вот такой еще джемпер, тоже в нормальном, хорошем состоянии. в полосочку. Вот. Хорошие вещи, которые вне времени, которыми можно пользоваться. Смотрите, я добралась до какого-то леопарда адского. Этот адский леопард, он сделан как плащ-палатка материал. Боже мой, здесь даже подплечники, что относят нас адские на 20 лет назад. Сара Лондон. Ох. Ну, материал, конечно, жесть. Видимо, поэтому она лежала в самом дальнем углу, эта рубашка, потому что, ну, невозможно же в таком ходить. в принципе, в принципе, принт леопард, он вне времени. Его по-разному можно сочетать, но в целом он вне времени. и если хочется какую-то рубашку или что-то в этом блузку, то нужно брать максимально простого кроя с максимально простыми пуговицами, потому что, ну, если придумать, представить, что эта рубашка шелковая, то здесь я бы заменила пуговицы на какие-то более простые, и тогда бы эта рубашка изыграла новыми красками. Но, к сожалению, эта рубашка сделана из какой-то адской синтетики, и в ней разве что прятаться от дождя, потому что она не промокнет. Со всеми вытекающими последствиями потеть, страдать и мучиться. Так, едем дальше. Бон Марше. Бон Марше джемпер. Так, сейчас надену на себя, чтобы было понятно, как это вообще. ну ладно, такой джемпер еще в хорошем состоянии. Можно оставить, поэтому оставляем. Его можно надеть, например, теплым летним вечером, ну, когда прохладно уже становится немножко после, но шерсть не хочется надевать, поэтому такой подойдет. Он еще в хорошем состоянии. в принципе. А нет. Блин, вы что же такое? Это вещи, которые мне нравятся, предательски вылезает какая-то фигня в средь как дыра. опа-на. Блин, хотела оставить, но нет. Жаль. Плохие вещи приходится выкидывать, что не плохие, а хорошие, потому что их носили и они пришли в негодность. Так, еще одна шнебер, шнебергер. Ух, господи. тоже какая-то жутко синтетическая блузка, которая тоже будет чувствовать кто-то себя максимально некомфортно из-за того, что будет жарко. И тоже она на какую-то огромную женщину. В принципе, она неплохого варианта и крупным женщинам, чтобы скорректировать свою фигуру, лучше не надевать майки вот такие, типа, как алкашки. Лучше, как здесь. Видите, здесь немножко приспущен рукав. Вот, то есть он чуть-чуть приспущен, то есть он вот здесь вот таким образом ляжет. И он закроет вот эту часть и плюс закроет вот эту часть, которая, как правило, у полных женщин, даже у худых женщин, она не всегда выглядит красиво, за редким исключением, поэтому вот такой фасон, он неплох. Одобряемся. Чего я, наверное, сделала? Написано, что за адская синтетика? Нет, ничего не написано или все срезали уже, но отправляем это в ад. Да, стопроцентный полиэстер. Ну, конечно, в этом можно сдохнуть от ужаса. Так, что у нас здесь? футболка HF Talk, но она новая. Take the challenge, find the cure, or have a touch. Какая-то брендированная футболка, ну, в принципе, в ней можно дома ходить, спать, убираться. Поэтому оставлю, она прям вообще не ношенная, чистая, беленькая, все с ней хорошо. Я в каком-то из предыдущих видео говорила, что носить мерч это вообще не очень. Ну, как бы, в честь чего ты носишь мерч, если ты не относишься никаким образом к этому конкретному бренду. но вот этот вот какой-то ОХФ, во-первых, он неизвестный и не кричащий. И он таких нейтральных цветов, что, в принципе, можно съехать, ну, не то, чтобы съехать, а, ну, как бы, он не будет в глаза бросаться и привлекать такого внимания. То есть, ну, он будет как фон просто. Поэтому конкретно этот смотрится нормально. Так, шарфик. Шарфик белый. Правда, из какой-то, по-моему, синтетики. Да. А, тут, господи, по Сигате, Джорджио, по Сигате, мода Италия. Смотрите, 85% акрила и 15% шерсти кролика. Я не знаю, что это за мода, на Алиэкспрессе очень много шапок, которые пишут, что они акрил плюс шерсть кролика. Видимо, чтобы вот этот вот, видите, небольшой пушок сверху торчит. Видимо, вот для этого как-то туда добавляют шерсть кролика, несчастных кроликов выдирают. В общем, он новый. Он, в принципе, неплох. Не супер греющий, но нормально. Поэтому я его оставлю. Может пригодиться. Ой, господи, сколько же здесь синтетики. Просто кошмар. Так, ну, вот с этой кофтой все понятно. Она тоже синтетическая, тянущаяся, но она на пузе, вон, в адских зацепках. Поэтому отправляется без разговоров в помоечку. Сак-Харбор, пяти, акрил, район, не знаю, что это такое, нейлон, сделано в Гонконге. Ой, ой, ужас. Помните, я в одном из расхламлений, последнем, по-моему, расхламлении в коридоре находила детскую для мальчиков рубашку, такая красная, была в клеточку и внутри была вшит вперед от футболки. Так вот, в этом, в этом, как сказать, даже кардиганом сложно назвать, потому что короткий рукав. В общем, здесь вшит вперед, вперед, очень странно, вот так вот, то есть, вперед вшит и как бы на кардиган с коротким рукавом. В общем, все это еще из адской синтетики сделано, ужас какой-то. очень странная вещь. Заляпанная еще. Я вот пытаюсь, знаете, пока зависла, пытаюсь придумать, а куда же можно, ну, как бы, приспособить эту вещь. Не могу придумать, куда, но она грязная, поэтому так. О, боже. С перламутровыми пуговицами. Вот это интересная вещь. Очень инфантильный, правда, дизайн. Блузка с перламутровыми, смотрите, пуговичками. Внутри, кстати, хорошо, хорошо сделано. вот тут куда пришита пришит шильдик. Как-то все это аккуратненько сделано. Может, есть шанс, что у нас какого-то благородного материала. Некий Джордж 44-й. Так, ламп сву, ангорка и нейлон. Да, слушайте, хороший состав. И вроде бы даже она не грязная. Сейчас поинспектируем. Да, прекрасная кофта. Оставляем, однако ж. У нас тут целая гамма хороших вещей на все случаи жизни собирается, на самом деле. А плохие все уходят в утиль или на новую жизнь кому-то еще. Так, черный свитер, жутко цепляющий на себя все. Так, смотрим, из чего это сделано. Потому что так непонятно. Шерсть и какой-то нейтрон. 40% шерсти и 60% нейтрона. Ну, оставлю, потому что он вроде бы не растянутый и с шерстью это хорошо. Тут еще смотрите здесь вывезен рисунок. Неплохо. Продолжаем. О, боже. Пару лет назад были модные вот такие вот, типа, из искусственного барана вещи. Это, конечно, ужас. но им срок реально штук 10 стирок, не больше, потому что они превращаются, во-первых, они внутри закатываются и снаружи, если сравнивать вот две вещи, хорошую, новую и уже несколько растиранную, она уже, ну, прямо видно, что она несколько растирана и это выглядит плохо, поэтому не надо это никуда оставлять. к тому же непонятно, опять же, куда эта вещь. Она не флиз, то есть она не какая-то супер греющая, она плюс еще без рукавов, в общем, непонятное назначение, поэтому отправляем ее на пенсию. Так, боже мой, господи, какая-то водолазка, но вся уже жутко выцветшая. Мне кажется, растянутая по низу, сейчас мы это проверим. Ой, нет, все, даже, она вон с дырками, а здесь еще дырки как-то заштопаны. Ужас, дырки на дырках. Да, тут даже значит, она точно растянута, значит, это не показалось мне. Отправляем на пенсию. Так, едем дальше. Футболочка. Мне кажется, тут даже мужского. Неизвестный. свершенники спорты. Ну, приятная футболочка. Хорошая, серая, базовая, мужская футболка. или женская, если женщина чуть-чуть крупнее меня. Так, ой, слушай. Сразу смотрим, из чего это сделано. Стопроцентный полиэстер. Ну, и сразу отправляем это в утиль, потому что это будет ужасно. ну, и плюс дизайн устаревший. Вот, то, что я брала пару видео назад, находила платье и рубашку, тоже с такими воротниками, типа, привет из Советского Союза, откуда-то, ну, с вышитыми рюшечками. Они совсем другие. Если вы обратите внимание, они гораздо, ну, здесь он как бы маскируется, так аккуратненько, типа, ой, я здесь, я здесь, но я не здесь, беспалево. А там он прям показывает, какой он крутой, вот он я, вот он я здесь, обратите на меня внимание. Вот, такое гипертрофированное, прям кричащее, оно, да, его можно стилизовать, это может быть прикольно, но вот когда, вот тут непонятно как, какой-то куцый желтый цвет, это мы еще, ну, как бы мы забыли уже, да, что полиэстер, вот, и какие-то бухи на рукавах, здесь тоже какое-то, в общем, это привет из 90-х, и, конечно же, никуда не пригодилось, ну, плюс в первую очередь это полиэстер, поэтому, нафиг. Так, боже мой, еще одна юбка, куда столько юбок, непонятно. полиэстер, район, испандекс. Ну, конечно, рисунок огурцы, ну, похожий, похожий на рисунок огурцы, вот тут есть огурец, но он один, вот, ну, уже совсем не в тренде, поэтому, я оставлю, вдруг, потому что у нее приятный материал, такой, правда, трикотаж, не застеленный, она новая, я оставлю, но вдруг, можно, например, носить практически комплектом с этой футболкой, футболка крупновато, может смотреться не очень, но, посмотрим, посмотрим, когда разберем все, если что, хоть одну юбку, надо оставить, ой, фу, так, еще одна юбка, такого же фасона, просто, а силуэта, кто-то тут любитель, прям таких юбок, вот, но из жуткого материала, вообще, просто, просто кошмар, просто кошмар, поэтому, тоже полиэстер стопроцентный, в котором можно задохнуться, так, мы уже разобрали целую полку, это прям успешный успех, вот, еще одну, и будет вообще классно, я думаю, что, мы с вами сегодня справимся еще с одной полкой, так, могла бы быть неплохой футболочкой в полосочку, но с какими-то вот пятнами вот здесь, да, поэтому, к сожалению, направляется в утиль, так, успел, бля, какие-то бабкинутриники в цветочек, и, слышно, да, как резинка, уже от старости, просто потрескалась, так, детские, детские колготки, но уже все затасканные в катушках, отправляются, тоже на пенсию, так, футболочка детская, с каким-то котенком, но посмотрите, что произошло с рисунком, вот, если ты покупаешь рисунок на футболке, который вот так плотно-плотно наклеен, прям толстым слоем, то с ним очень быстро случается вот такая беда, поэтому лучше, конечно, обращать внимание на рисунок, убрать тонкий, а лучше однотонные футболки и какие-то проляпать, если хочется ребенку рисунков, какие-то аппликации пришить, это будет лучше всего, так, еще одни детские ритузы, простите, с дырой на попе, так, я, походу, наткнулась на детскую полку, два-три года, девочкиные какие-то штанишки, какие-то заляпанные адские, поэтому уходят в утиль, так, сейчас на самом деле мне девчонки, которые с детьми в Европе рассказывали, что хранить детские вещи и передавать, как это было в Советском Союзе, там, или в 90-х в моем детстве, вообще никакого смысла нету, потому что детские вещи сейчас можно закупить на сайтах просто за 3 копейки новые, ну, условно, оптом, у тебя там ребенку, я не знаю, 1-2-3 месяца, они же растут быстро достаточно, и вот у тебя прям пачка на период, пока ему там определенное количество времени, ты заказываешь, просто он, пока он в этом возрасте, пока ему все как раз, ты это только используешь, потом выкидываешь, заказываешь следующую порцию, и вот, поэтому хранить нет смысла, ну, разве что прям в очень хорошем состоянии, вот штанишки тоже прикольные, но уже тоже какие-то все застиранные, страшные, и, конечно, хочется, чтобы ребенок, ну, мне, у меня нет детей, но мне бы хотелось, гипотетически, чтобы мой ребенок ходил чистенький, опрятненький, аккуратненький, и красивый, без закатанных каких-то штук, так, 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 какие-то, типа, ползунки, наверное, это называется, так, вот, ну, тоже очень застиранные, поэтому выкидываю, так, опять какие-то затасканные ритузы, да что ж такое-то, так, затасканные, грязные носочки, я не вру, честно, честно, ужасно на самом деле, сколько здесь вещей, так, H&M, детский, Бангладеш, вот, вот на Хэллоуин, ковтюлечек, оранжевенький, хороший, неубитый, прекрасная, прекрасная вещичка, оставляю, буду сюда складывать детский, чтобы потом как-то разграничить, так, еще детская вещичка, но она грязная, в пятна, здесь вот пятно какое-то на вертнушке, вот здесь еще на грюде, нет, так, пеленочка, учитывая, что здесь только всяких тряпочек, вот эта вот застиранная пеленочка, наверное, вообще уже не актуальна, посмотрите, какая она в катушках, и опять к вопросу о том, что я бы хотела, чтобы у моего ребенка были незакатанные вещи, и какие-то для него штуки, хотя, ну, мне могут сейчас сказать, детям вообще все равно, а я мама, ну, да, гипотетически, и мама тоже хочет, чтобы у нее было все красиво, потому что это все-таки непростой период, когда еще такой непростой период, ты еще нервируешь себя за счет некачественной одежды твоего ребенка, ну, это вообще тяжеловато, блин, прикольная футболка, но запачканная какими-то маркерами, смотрите, какая прикольная, с каким-то кругом, запачканная маркерами, к сожалению, 98-104, и пузо у него какое-то заляпанное, жаль, ну, ладно, так, детская панама, нормальная, оставляем, так, еще какая-то, ковтулечек, для пацана, не иначе, судя по цвету, тоже какой-нибудь H&M, да, тоже H&M, блин, пятна на пузе, смотрите, ужас, так, далее, ох, так, платье, и старелой принцессы, платье, да, для девочки, но тоже сейчас, конечно, в таких платьюшках уже девочки не ходят, к сожалению, или к счастью, я не знаю, ну, в общем, вот этот вот воротничок и вот этот пастельный цвет, это больше на пижаму похоже, чем на платье, еще учитываю, что оно очень тоненькое, будут светиться и трусы, и все, что хочешь, и где-то утерян еще поясок, в общем, не пригодилось, поэтому избавляемся, так, так, сразу смотрим, из чего это сделано, фасон просто жесть, непонятно, из чего сделано, все срезано, непонятно, из чего сделано, но тут проблема, даже хотя бы в фасоне, лучше показать на себе, чтобы было понятнее, потому что так в руках, это сложновато, я даже не могу понять, где здесь спина, ну, наверное, там, где шов, шов на рукаве, причем только, короче, было тоже одно время, стопроцентно хлопка, наверное, может быть, синтетики, было одно время, такого фасона платья, в моде, ну, это, ужас, понимаете, да, это непонятно, куда, оно расклешается, даже не от груди, а вот от этого рисунка, вот здесь тянет, потому что шестрочка идет, не тянущаяся здесь, и сразу идет вот так, расклешается, а потом вот так сужается, то есть эта фигура ломается, просто, мне кажется, я на беременного бегемота в этом похожа, в общем, это какой-то ужас, поэтому, нет, нельзя оставлять вообще ни в каком случае, так, детские плавочки, грязные, оборванные, как-то, расслоившиеся резинкой, так, платье, знаете, я зависла на самом деле, а зависла почему, оно сделано интересно, здесь вот из ленты, рисунок, ну, не рисунок, это как-то вязка, не знаю, скажите мне, как это правильно называется, наверное, макраме какое-то, сделано красиво, если бы его пришить к какой-то однотонной ткани, белой, например, это выглядело бы даже шикарно, но это пришито вот к такому гавайскому принту, и выглядит это не очень, но при этом ткань приятная, я вот думаю, может быть, есть здесь какой-то прям серьезная причина от него избавиться, но серьезной причины я не вижу, поэтому я его оставлю, мало ли, хоть одна вещь с принтом, которую я решила оставить, так, снова детская вещь, как тут все вперемешку, детские, взрослые вещи, очень непонятно, ой, вся заляпанная, видно вот здесь, все в пятнах, диснеевская розовая розовая, футболочка детская, для девочек, все с ней в порядке, оставляем, тут розовая шапочка, розовая футболочка, так, какие-то шортики, я знаю, что у детей нету талии, но чтоб настолько, я не знала, так, они тут немножко, нет, 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 не снимается так просто, поэтому выкину, вот тут два пятна, к сожалению, так, детские джинсики, Zara Kids, но очень странно, на шильзике написано, Zara Kids, а на пуговичке Zara не написано, из чего есть подозрение, что это какой-то фейк, либо другая Zara, ну ладно, в целом, это не так важно, что за бренд, важно, какого качества, нормальные бродят джинсики, не вижу никаких косяков, серьезно, тут вот зацепка, нормально, вот, оставим, зацепка не критична, на вельветовых штанах, пойдет, слушайте, я вчера ходила в спортзал, впервые, наверное, года за полтора, потому что занимала, даже нет, не за полтора, наверное, в девятнадцатом году, последний, за три года, в девятнадцатом году, да, перед двадцатым, когда пандемия пахнула, да, я ходила в спортзал, вот, я сходила здесь в спортзал, хорошо позанималась, но с непривычки, так все болит, так, очередная, очередной шедевр, вязательного искусства, здесь, прям, прям на животе, блин, это оборжаться можно, прям на животе, как кенгуруха, какой-то карман, сбоку карман, и вот тут внизу карман, ужас какой-то, ну, тоже, на ощупь, стопроцентный, натуральный, полиэстер, акрил, и все, и же с ним, отрезано, блин, может дубль на шее есть, нету, ну, в общем, на ощупь понятно, фасон ужасный, отправляются в мусорку, так, то что, пеленка, простынка детская, или что, детская простынка, ну, то, конечно, не пойму, такое ощущение, что есть пятна, но они такие, неуловимые, нет, вроде нету пятен, оставлю, да, в одной полке, детские, женские вещи, плюс, постельное белье, очень странно, кладем в отдельную стопочку, может, я как-то рассортирую, хотя бы на три стопочки, так, дальше у нас армата димарре, вроде как, что-то итальянское, мужской свитерок, смотрим, из чего сделан, 70 шерсть, и 30 полиамин, знаете, какой хороший состав, немножечко от лежания, есть катушки, но в целом, он хорош, прекрасный свитер, оставляем, так, едем дальше, джип, детский, так, танцовка, внутри, какая-то грязненькая, 104,4, ну, это прям вообще, что-то модное, closing department, licensed by Demle Chirisler, господи, не знаю, кто это, вот, ну, прикольная, джиповская, толстовка, для пацана, оставим, неубито, прям, больно сгибаться, после, в чашную спутку, зала, я так серьезно, прокачала спину, джинсы, вернее, это не джинсы, это модные, когда-то капри, с жуткими, с жуткими потертостями, видно вам, ну, да, на камере хорошо видно, с жуткими потертостями, и для кого-то, у кого совершенно нет талии, в общем, отправляется, отправляется, на пенсию, мини, какая-то детская рубашечка, номер один, детская рубашечка, вроде бы нормальная, все чистенько, аккуратненько, оставляем, так, ох, из хб сделан джемпер, и у него уже, конечно, желтый вон ворот, это, конечно, ужас, ой, вот здесь, посмотрите, по поду, по низу, еще какие-то, жуткие, витьеватые, вышивки, на свитере, это смотрится, максимально, иностранные, иностранные, так, ух, ой, слышу, слышу, что резинки-то уже полопались, это плохо, так, это юбка, какая-то, да, резинка тут совсем враг, юбка, что я никак камеру не настрою, так, чтобы мне было нормально, юбка, тоже ниже, ниже, до середины икры она получается, но она, мало того, что резинка попортилась, так еще, смотрите, какой странный клинт, очень странный, так, дальше, детские ритусики, резинка в порядке, ой, здесь, правда, дырки, дырки, поехавшие, как колготки, знаете, вот такие штуки, да, избавляемся, еще что-то леопардовое, что-то сексуальное, ммм, боже, тут и леопард, и блестки, боже мой, так, это платье, вапсос, короткое, там, все равно придется опускать камеру, чтобы показать, короткое, да, видно, да, но мне еле-еле попа прикрывает, но я бы испугалась, таком уплотнитель, а, ну, вот так, пониже, пониже, так будет нормально, оно типа платье бандо, но, естественно, в бандо нет никакого уплотнителя, и завязывается оно на шеи, вот таким образом, то есть, это нужно либо отдельный бюстгайтер, либо на голую грудь, а голая грудь, она смотрится плохо, без наполнителя, потому что, потому что она сплющивается, просто некрасиво под вот такими трикотажными вещами, плюс, вот эти вот дорого-богато, пришитая криво, видите, да, больше расстояния здесь меньше, это, конечно, ужасно, в общем, избавляемся, так, еще что-то жутко синтетическое, жуткого цвета просто, так, а, это типа переливающаяся ткань, да, да, смотрите, она, она как-то так интересно сделана, что под одним углом она вот такого больше желтого цвета, а под другим больше красного, так, у нее здесь, что это, рубашка, с бантом на шее, интересные такие вещи, элегантно очень смотрятся, но есть подозрение, что эта рубашка очень синтетическая, и будет ощущаться, как пакет, но мы не узнаем никогда, потому что шильдик срезан, поверим, значит, мне на слово, и выкинем эту рубашку, к тому же цвет какой-то землистый, мягко говоря, так, еще какая-то детская вещичка, ползунки, наверное, тоже это называется, но жутко застиранная, у меня, кстати, такого фасона есть термобелье для сноубординга, бертоновское, но тоже вот так вот застегивается, но это жутко неудобно, поэтому я его надеваю крайне редко, так, смотрите, он застиранная, поэтому избавляемся, едем дальше, еще какая-то детская футболочка, детская футболочка с банкой варенья, прикольная, плейвер, хейнс, вроде даже нормальная, банка варенья сделана так, как будто футболка застиранная, оставим, нормально, пойдет, я думаю, пригодится, так, дальше, футболка для мальчишки, какого-то постарше, палочку, нормальная футболочка, вроде бы без пятен, но все хорошо, оставляем, так, детские трусишки, разодранной резиной, с отсутствующей, даже я так скажу, Санта's Little Helper, но она уже в каких-то странных пятнах, хотя можно было бы ради прикола на Хэллоуин, на Рождество оставить, так, еще один вот такой вот кусочек ткани, видимо, детской пеленочки, поставлю, оставлю, не знаю, для чего это нужно, но, видимо, нужно, раз их столько, так, еще пеленочка, простыночка, еще одна, наверное, дети очень много пачкаются, так, так, что это, что это, блин, я видела, такие штуки, это, о, блин, только драная, блин, тут идет суки, короче, типа, халат, не халат, в общем, ребенка запаковывать, как в одеяло, с головой, сейчас делают пончики, а вот раньше, видимо, были вот такие халатики, так, какой-то пояс, тоже, очень винтажный, так, и еще одна какая-то простыня, но она уже застиранная, поэтому, избавляемся, так, ну что, смотрите-ка, мы с вами расхламили, аж две полки, я оставила стопку, достаточно такую большую, детских вещей, тут и для мальчиков, и для девочек, на разный возраст, осталась у меня стопка женских вещей, здесь еще три пеленочки я оставила, и джемпер, и футболка мужские, я считаю, что это успешный успех, мужского, в принципе, было только вот эти вот два, вот, и больше ничего не было, мужчины скромны, просто с мужчинами вещами поскромнее в этом расхламлении получилось, вот, так что закончила я на сегодня расхламляться, у меня еще осталось для вас много всего интересного, вон там аж две большие полки, и две маленькие полки, попробуем разобрать в следующем расхламлении, потому что есть надежда, что они не так плотно лежат, вот, вот, а на эту полку сейчас на одну я положу, ну, ника, наверное, вещи, либо свои, а на вторую вещи, которые здесь остались, так что заканчиваю, всем хорошего денечка, пока-пока, вера. Продолжение следует...